Каких точек зрения на него можно смотреть? Сколько точек зрения может быть приложено? Ну, восемь. Ну, восемь — это восемь. Тут хотелось бы понять. Как подходить? Вот чем я отличаюсь? Вот говорите, Викторович, вот там то, что-то там, все. Ну, чем я от вас отличаюсь? Угу. Несообразительность, как птица-говорунка. У меня подход ученого, правильно? Я спрашиваю, со скольких точек зрения можно смотреть на человека? Мне нужна та точка зрения, где он отвечает на мой вопрос, потому что я могу бесконечно диагностировать печенку его, глаза, нос. Понимаете? Диагностика, она тогда хороша сама по себе? Когда она отвечает на тот вопрос, то проясняет ту зону, но неизвестно, от которой все неприятности. Понимаете? Никакой вопрос его ответить не может. Вот это мы спрашиваем, сколько это точек зрения? Вот самодиагностик. Кожный покров в нее включается? Вот видишь, оказывается, про кожный покров говорить не надо. Вот что интересует? Уровень восприятия. Что? Уровень восприятия. Положение на тех, которые делаешь. Это что такое? И что оно тебе дает? Ну, скажу я, что у него уровень дистанции стабильный. Что дальше? Ну, что ты с этой информацией будешь делать? Угу. 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 С информацией что делать будешь? Угу. Угу. Видите, у вас есть вторая, нехорошая вещь. Мало продиагносцировать, надо эту информацию смочь использовать. Что толку от диагностики? Диагностики? Какой толк в диагностике, если вы не можете пользоваться этими данными? Я все время как в безопасности говорю, с которой я занимаюсь уже более 10 лет. Ну и что? В апреле вы степени угрозы. Дальше что? Ну белый режим. Что дальше? Работа-то ваша в чем заключается? Кстати, была вообще потрясающая вещица. Ее по-другому просто не назовешь. Я как-то сдуру спросил 100 руководителей аппарата безопасности. В чем вообще заключается задача работы? Знаете, что я ими отвечаю все? Ну, проверять сотрудников, ну, следить за порядком, ну, и вот так вот баран кукнул. Я говорю, все понятно. То есть, по сути вы дилетанты, с вами не о чем разговаривать. У ученика аппарата безопасности одна задача и других больше нет. Снизить уровень угрозы до белого и держать его в этом положении. Любыми средствами и способами. Все. Если на предприятии лежит белый и он не скачет, значит он работу свою знает и выполняет. Если он начинает скачать, значит все плохо. У них для этого должны быть соответствующие инструменты. Вот и все. Кроме обратной реакции окружающей среды, никаких других действий не должно предприниматься. Все. Вот все, что нужно сделать другой тип аппарата безопасности. А для этого нужно иметь соответствующий инструментарий. У нас сегодня тема диагностика. А диагностика, по сути своей, это разведка. То есть вам надо как-то разведать этого клиента, Юрий. Именно развед. Получается, 4 вопроса для сборной информации. Это кто, как, что, где. И почему еще? Туда же. Пять. Что ты с этой информацией можешь делать? Цель диагностики. Ну, дайте отойдем от каких-то привычек, рамок. Вот врач. У него цель какая? Вылететь больного. Правильно. Абсолютно верно. С детальщика здорового. То есть ему нужно поставить диагноз первое. Ответит вопрос. Болен ли человек? Или не болен? Если он не болен, а косит. То, что лечить его не надо. Если он болен, то его лечить надо. То есть тут все просто, понимаете? Вот все, цель. То есть доктор предназначен для того, чтобы выздоравливать больных. Да? По сути своей. Если он здоровый, то это не видит пациента. То есть все, разговор закончен. Вот я и вас спрашиваю. А у вас какова цель? Точнее, не цель, это неправильное слово. Горизонтальная задача какова? Что вы делаете? Можно вопрос? Давай. Меня интересует вопрос. Первый. Как при помощи лингвистической структуры лечи, при первичных переговорах, определить человека, что он психически опасен для предприятия? То есть, чтобы не допустить такого человека на территорию вообще организации. сразу его загубить еще на первичном этапе? Ну, один американский товарищ в свое время говорил, что человек вообще опасен, по сути, в своей приросрождении. Поэтому, тут вопрос, он опасен или очень опасен? Да, тут вопрос такого плана. Так, как его определить, опасен ли он? Разговариваешь по телефону, есть какие-то, при диагностике, когда разговариваешь с ним, там можешь определить немного, что человек или заблуждается, или еще что-то. Но вот четко не можешь определить, что он действительно псих. Вот случай у нас две недели назад. Два ряда. Да, чтобы таких людей сразу резать. Еще первоначально. Давайте я по другому задачу поставлю. Точнее, я задам несколько вопросов. А что вы психом считаете? Психом? Человек, который не отвечает за свои действия, и при этом может навредить другому. С глубокими последствиями. Ну, это все люди. Абсолютно. Это любой человек Божий. Это человек, который не принадлежит исправлению. Не наша епархия. Тот, который санитарку от стула не отличает. Нет, они никто не отличаются санитарку от стула. Ну, то что теперь. Давайте так. Что вам надо от этого человека? Инвестиционно он привлек... То есть, короче, смысл в чем? Есть смысл с ним возиться? Да. Или нет смысла, да? Наверное, это так. Как вы смысл? На такую обосновку значит. Олег Викторович, мы встречались с людьми, которые в психе, по сути, но вот именно бизнес с ними вести можно. То есть, они полегнутые, да, вот там иногда западает прям, но с ними бизнес вести можно. То есть, то, что касается денег, финансов, там, или еще что-то, отношения замечательные клиенты. Ну, бывает, скажем так, чудят, да? А здесь, когда человек и не финансово, не привлекательный, то есть, нам, да, вот вы, почему? Потому что они же все обманывают. То есть, они или за помощью, или за партнерством, да, а на самом деле поправить свою эго, там, какое-то, или мужское, или еще какое-то, да, там, человеческое. Вот, чтобы вот таких людей вообще не допускать. Вот выявить. Выявить. Ну, пациент, так сказать, нельзя. В причине того, что они все это могут делать. До одного. То есть, если человек использовать всем автоматизмом человеческого тела, 95% людей используют всем, то он все, что линейка автоматизма предусмотрено, делать может. То есть, диапазон. И что его включит, одному Господу Богу, известный этого робота. Понимаете? Поэтому, как бы сказать, что есть какой-то, инструмент, который позволяет проникнуть в тайны его реактивность эфирного хранилища, реально можно, да? То есть, можно предположить, исходя из теории Макарова, да, с чем он не может справиться. Или, по крайней мере, может, при помощи диагностики выявить, ну, как говорится, как из человека не сделать мило замедленного действия, да? То есть, не дай Бог, надавить на те вещи, которые потом человек расходят. Не работать с прошлым. Не работать с прошлым. Не работать с прошлым, да. Работать с настоящим. Не работать с прошлым. Потому что, как только в прошлое начинают влезть и начинают включаться. Не давать ему разговаривать о прошлом. Разговаривать только о настоящем. Он начинает о прошлом вспоминать, вы восстанавливаете, давайте поговорим, в каком состоянии вы силуете. То есть, не переходить в прошлое, вообще. Вот моя рекомендация. Ну, самое простое. Только работать с настоящим и будущим. А с настоящего переходить в будущее. Разговор о будущем. Понятно? А человек, который в прошлом живет, он же не я. Они все живут в прошлом. Да. Но есть особые люди, вот как и саентологи говорят, да, там невротики, психотики. Не саентологи говорят, да, психиатры. Ну, психиатры. А, ну, услышала просто саентологию. То те, которые в прошлом живут, с ними, в общем, вообще очень тяжело разговаривать. То есть, у них в будущем нет как такового. Чертите им дистанцию. Просто потихонечку, потихонечку. Нет, просто чертите дистанцию. К1 включайте и чертите дистанцию вперед. А когда только первичные будут приговоры? Ну, начинайте. Потихонечку. Ну, а че молодой человек тут вспылил тогда? Значит, вскочил вы меня, Олег Витович, в угол загнали. Я же в прошлое не дал ему уйти. Он мячил о прошлом. Я останавливаю, говорю, давайте о будущем. Что в конце? Могу ли я вам это дать? Он дергался, дергался, но в конце концов, разобрать. То есть, ну, как бы, вот история. То есть, диагностика в чем, ребят? Что интересует из диагностики? Меня интересует, как пациента, положение дел на сегодня, состояние в психике, положение дел на сегодня. Цель это, чтобы составить программу тренировки, как быстро, ну, и в нормальное состояние принести. Ну, у нас нет темы программы тренировки. Нет, ну, а вы говорите, мы делаем, что продельно срыв, положение дел на сегодня. Как обстоят дела сегодня в психике? Видимо, густоянцев. Наспользует систему автоматизма через строки. Плохо. Есть, которые очень плохие. Ну, есть же два типа людей, да? Тип номер один. Это поврежденные, так сказать, люди и люди заболевшие уже, да? Заболевшие начинаются после согласия. Здесь он не вылазит за диапазон согласия, он болен. До согласия он еще поврежден. Самая большая проблема – это неспособность изменить свое мнение. то есть это четверка, клеившая аспектизованная. Понимаете? Ну, вот, например, это лоб относительно душевного здоровья человека. Человека можно считать здоровым относительно. Если он способен отличать, разбираться самостоятельно в устройствах, изменить мнение свое, отличать истинную от лжи, и он способен справляться с задачами. Притом с задачами, которые он себе ставит, и которые ему ставит руководство. Вот относительно здоровый человек. Линейка относительно здорового человека. Самое сложное здесь, из всего, это два вот этих движущих фактора. Задача и мнение. Человек, который имеет свое мнение, и считает, что оно что, правильно, и...